Дорогие друзья, с вами Михаил Тамойкин. Этот видеосюжет появился благодаря вашим откликам, вашим письмам. И речь пойдет о топорище в этом видеосюжете. Я попробую рассказать свое видение как ученого, как исследователя, как аналитика, как человека, обладающего системным мышлением и как уже получившего определенный опыт по созданию своей модели топора. И, естественно, поскольку топор без топорища это практически элемент, наверное, первобытного человека, когда он бил там каменным орудием, потом, наверное, скребком каким-то, то сейчас я хочу с вами поговорить о топорище. О том, какой формы, какой длины, какого хвата, какая конфигурация, какое качество, на мой взгляд, подчеркиваю, на мой взгляд, должно быть у топорища. Своим видеороликом я, естественно, никого не хочу учить. Есть, естественно, очень много людей, очень много уважаемых мной исследователей или путешественников, которые выставляют свои сюжеты на Ютубе, и они заслуживают, безусловно, самого пристального внимания и уважения. Но я расскажу про свое видение, повторю, как ученого-исследователя, который немножко копается в литературе, причем в старинной литературе, пытаясь в первоисточниках, начиная от скифских ремен, от наших предков, подойти профессионально и научно к тому, что из себя представляет уникальное холодное оружие, как топор. На мой взгляд, я еще раз повторю, топор намного эффективнее, сильнее любого иного вида холодного оружия. И в своих видеосюжетах, и в дальнейшем я попробую это доказать. Так вот, сейчас мы будем говорить о топорище. У меня в руках топор польского производства. Я уже его показывал, но тем не менее, вот он с таким длинным топорищем. Весит он больше килограмма, по-моему, килограмм 200. Вот такой топор, да, насажен вот на такое топорище. Здесь сделаны вот такие защитные металлические щеки. Написано, что это экземпляр для коллекции. Но я опускаю свое мнение в полном виде. Я скажу, что это, конечно же, на мой взгляд, убожество с точки зрения работы, с точки зрения его эффективности, пригодности как топора. Ну, хотя, наверное, он какую-то функцию какое-то время будет выполнять. И вот, давайте посмотрим. Вот просто я, как системный аналитик, хочу подойти с вами вот к различным топорам. Вот у меня здесь несколько топоров, начиная вот от Фискарса. Ну, в Америке это Гербер, такая же фирма, которая изготавливает пластиковые топоры. Вот насажены они вот не как с проушиной, да, а вот таким образом сверху захват. Это отдельный разговор. Сейчас мы идем, речь только о топорище. Вот. Оно бывает пластиковое, бывает прорезиненное. В основном, конечно, следуя истории, следуя традиции, оно имеет деревянную основу. И вот посмотрите, вот просто обратим внимание, посмотрите. Вот это длинное топорище, да. Что мы видим? Во-первых, мы видим на окончании топорища, на концовке торцевой части, вы видим небольшое, как бы, вот такое расширение. Наверное, для того, чтобы рука не соскальзывала, или хват был более удобный. Вот. То же самое мы видим на Фискарсе. Да, вы видите, вот здесь очень хороший такой вот этот зуб, да, как я его называю, который не дает возможности руке, особенно когда она вспотеет, либо намокнет, либо жирная, либо еще, когда дождь идет, там, слизь какая-то попала, не дает соскальзывать. Да, вот этот вот, это, обрати внимание, очень интересный факт, да. Вот. Также возьмем другие виды топора. Вот я взял немецкий топор, да, фирма S&R, немецкая, да. У него также, вы посмотрите, имеется какая-то волнисность, здесь небольшое утолщение. Дальше, почему-то немцы сделали здесь вот такие вот, просверленные, для того, чтобы, видимо, рука, по их мнению, не скользила. И концовка окрашена в черный цвет. Вот это просто специфика такая. Возьмем другой топор. Например, вот топор Top Tools, это, сейчас я скажу, чей это, польский топор. Вот. У него тоже мы видим, что и сгиб, дальше мы видим резиновую оконцовку, торцевую часть, да, и которая ребристая. Видимо, тоже производитель сделал это для того, чтобы рука, наверное, не скользила в каких-либо условиях. Но это тоже очень показательный факт. Но все другие топоры, вот что мы обратим внимание, опять тоже какой-то изгиб. И для чего-то обозначили другим цветом вот эту оконцовочную часть. То есть каждый производитель, все возможным, необходимым показать пользователю, что вот на это обратите внимание. То есть, наверное, видимо, держать за эту концовочную часть. Ну, что еще мы видим на топорище? Вот, например, на этом. Очень хорошо прослеживается. Посмотрите, какие следы от волокон дерева, да, вот эти вот прожилины. Вот какого качества дерева. И мы видим, что они вот даже вот, ну, прокрашены, видимо, каким-то, ну, когда там лакировали или что-то еще, выделил производитель вот такую структуру дерева. И вот сейчас, не заостряя ваше внимание, я подойду к тому, что мой опыт, мои исследования показали, и каким образом я вижу топорище. Ну, вот вы видите здесь два моих образца первых, да, топоры. Вы видите длинное топорище. Ну, этот топор вот всего-навсего, меньше даже я его немножко вточил, сам топор, да, я не буду на это обращать внимание сейчас. Сейчас я хочу сказать про топорище. Я его сделал длинным. Почему? Потому что очень удобно с ним рубить, делать какие-то хозяйственные дела этим топором. Я это в видеоролика в следующем продемонстрирую. И оно у меня имеет вот такой вот вид. То есть в конце, опять же, вы видите утолщение для того, чтобы рука не соскальзывала. Дальше я сделал еще рельефные такие выточки для того, чтобы было удобно им работать, когда вы делаете мелкую работу, да. И оконцовку я тоже сделал удобную под свою руку для того, чтобы можно было им держать при каких-либо более действенных, более эффектных, прилагая меньше усилий. Но тем не менее, чтобы рука была удобной. Вы видите, у меня практически прямое топорище, да. То есть оно не имеет никакого изгиба у этого вида топора. Дальше что-то. Вот я покажу другой топор. Это другая модель первая. Она уже более массивная. Она имеет 600 грамм переделанное. Здесь тоже у меня практически ровная топорище с небольшим изгибом. Для того, чтобы можно было работать им в таком вот виде, в укороченном виде. Здесь опять же у меня просмоленая специальным составом эпоксидки с перемотанным толстой бичевой отрезки вот этим. И под руку еще вот для того, чтобы можно было делать какие-то плотницкие тесательные работы. Или даже там рыбу там большую ошкурить, там очистить и так далее. И под концовки опять же вы видите у меня вот этот зуб на окончании, на торцевой части, да. Ну, который я еще сделал для того, чтобы было удобно им работать в качестве там каких-то тренировок, как боевое оружие. Это больше чем, ну это 600 грамм, где-то 600-700 граммовый топор. Вот, переделанный опять же. Вот это два моих. Я сейчас подойду вам к тому, что работая с топорами, изучая литературу, я скажу сразу, что вот такой вид топорища, неэффективный с точки зрения его длительной работы, с точки зрения любых качеств, которые связаны с эффектом даже не только рубки, но и боевой какой-то. Я опускаю много информации, но скажу так. Я пришел к выводу, изучая различные источники, начиная от даже действующих моделей, до скифских топоров, до топоров, которые имели на Руси, ходили в 12, 13, 15 веке. По крупицам собирал информацию и пришел к выводу, что топорище должно иметь лукообразную форму. Почему? Потому что, когда вы держите топор и производите рубящие движения, при вот такой форме, получается, когда вы рубите, идет отдача. То есть, вот вы как рубите, точно так же идет отдача. Отдача идет куда? Физика. Вверх. То есть, если у вас топор имеет ровную линию, одну линию, то у вас получается, что он вырывает немножко из руки. То есть, когда вы сильно рубите, когда вы производите длительные рубки, то у вас идет отдача силы вверх. И получается, что, особенно если у вас там зимой в перчатке, у вас слабая кисть, у вас топор постоянно вырывает, и кисть идет на излом. Когда у вас имеется топор вот такой формы, и оконцовка рукояти обладает вот таким изгибом, то получается, что вы работаете, и у вас сил идет к себе. То есть, при рубке у вас получается отдача на себя. Вот таким образом я подойду к тому, что топорище должно обладать легкостью, длинноволокнистостью и определенной формы. Я пришел к выводу, что топорище должно иметь вот такую форму. Ну, как бы я сказал, лукообразную. Еще, это топорище я сделал из тех заготовок, которые продаются в магазине. Ну, я уже сказал, что они должны быть, на мой взгляд, достаточно легкие, упругие, которые иметь должно длинное волокно. Естественно, не должно быть никаких сучков на топорище. И что еще? Вот здесь я, к сожалению, пока этого продемонстрировать не могу. Но, на мой взгляд, топорище должно иметь и здесь небольшой уклон. Почему? Когда вы производите рубящие движения, да, очень удобно, когда отдача идет вам в руку. То есть, не на излом, не на выброс, а когда вы особенно сильно рубите, то получается, что отдача идет к вам. Топор движется к вам отдача. Это очень удобно, очень хорошо. Ну, на этом топорище я тоже сделал удобные зарубки под руку. Это, как бы, мое ноу-хау. Вот, я не претендую, наверное, на уникальность. Кто-то, наверное, тоже так делает. Но я сделал удобные очень, на мой взгляд, под свою руку рядом с уже топором непосредственно. Сделал для того, чтобы можно было выполнять какие-то рубящие работы. Ну, как капусту пошинковать там. Или что-то еще там разделать тушу какого-нибудь там кабанчика, оленя. Вот, ну, мелко там порезать мясо, да. И в то же время можно им совершенно спокойно, хорошо делать хорошие рубящие движения. В том числе и боевые. Об этом отдельный сюжет будет. Про вообще боевую технику. Про то, как наши предки, видимо, топор использовали не только в хозяйственных нуждах, но и как боевое оружие. Теперь, что я хотел еще сказать в этом сюжете. Мне кажется, что очень важно это ношение топора. Потому как ношение его по типу, как вот, например, на этом виде, да. То есть вот он носится по всей вероятности. Сейчас я его вставлю сюда. Вот на поясе вот так вот там. Тут еще делают всякие чехольчики. Я не буду показывать, они у меня, я их уже все порезал. Вот, чтобы топор носить вертикально, вот на поясе где-то, сзади. Я скажу так. С точки зрения его хороших походных качеств, я продемонстрирую. Я сделал ношение топора вот с помощью таких приспособлений. Для того, чтобы он у вас висел вот таким образом, да. Он висел у вас на поясе. Я продемонстрирую это в другом, ну, в следующем, чуть-чуть попозже. И очень важен сам чехол. Я сделал какой-то ноу-хау свое, хотя я не претендую в плане этого чехла там. Вот, но на мой взгляд, так же, как и ножевой комплект, топорный комплект состоит не только из, самопосредственно, самого топора, да, который с топорищем, ну, вот, положим, как непосредственно уже единица боевая, да. Но и то, как его носить. Потому что, идя в дальний поход, плывя там на плоту, там, сплавляясь на байдарках, там, еще на чем-то, или находясь даже в джунглях тропических и так далее, как вы его несете, где он у вас его находится, зачастую зависит ваша жизнь. Мне представляется, что вот такая модель чехла, она практична, очень удобна. Она позволяет вам не мешать нести рюкзак. И в то же время, тут у меня имеется целый набор в каждом из вот этих вот чехлов, где я храню предметы первой необходимости. Ну, в первую очередь, это, конечно же, там, спичка, зажигалка, различные приспособления, которые связаны с добыванием огня. Это, конечно же, иголка с ниткой, потому что зашить рану, или, там, одежду порванную. Ну, в первую очередь, конечно, рану. Это важнее всего. Конечно, презервативы. Вот без презервативов у меня не обходится ни одно мое, как бы, путешествующее, или, там, средство спасения. Вот. Это очень уникальный вид резинового изделия, которое используется далеко не только по назначению. Вот. Я не буду сейчас на этом увлекаться. Что еще содержит мой чехол? Мой чехол имеет пластиковую прокладку. Вот такую пенопластовую. Примерно, ну, потолще, потоньше. Но везде, практически в моем чехле, находится вот такая плавающая прокладка, которая позволяет, если не уменьшить намного вес топора, если, вернее, не сделать его более-менее плавучим, то, по крайней мере, уменьшить нагрузку, если вы находитесь в воде. Вдруг вы внезапно провалились под лед, вдруг вы внезапно, там, скатились к убарям, или вам нужно перейти какое-то препятствие, потому что топор при его весе, там, в 600, 500, 700, 800, ну, больше 800 лично я не советую. Вот. Все зависит от вашей физической подготовки, от комплекции. Вот. Ну, даже вот такой мой топор, легкий, да, я его, как называю, детский, тренировочный, но, тем не менее, это очень хорошее боевое оружие. Вот. Он весит всего, сам топор весит 480 грамм. Вот таким топором, находясь в воде, вы все равно будете уходить под воду. Это все-таки тяжелая тяжесть. Вот. Когда вы имеете чехол плавающий, то я вам продемонстрирую, что у меня топор не несет, кроме парусности, ну, кроме, собственно говоря, сопротивления, вот, он не несет для меня особой нагрузки, когда я нахожусь в воде. На мой взгляд, это очень принципиальное, важное отличие, скажем так, моих разработок, моих каких-то предложений и для, с точки зрения реального похода, реальной какой-то нахождения в среде, природной среде, в экстремальных условиях. Поэтому я обращаю ваше внимание на свой вид чехла, который имеет очень положительную плавучесть, насыщен различными принадлежностями для чрезвычайных ситуаций, экстремальных каких-то выживаний и условий. Вот. И в то же время он облегчает ваше пребывание в воде, в любой водной среде, даже, я скажу так, среде небольшого болота. То есть, когда вы находитесь в такой плавучей форме, у вас каждый грамм, каждая ткань, она вся намокает. И, естественно, когда топор у вас плывет за вами, вам намного легче. Вот это как бы мой подход. Теперь, что дальше я еще хочу сказать. Конечно же, топорище должно... Да, из чего делается топорище? Вот многие спорят, там одни из березы делают, третьи там из лиственничных порог, четвертые там находят какие-то экзотические, капористные там виды, смолистые. Мой подход простой. Конечно, топорище очень важно с точки зрения его твердости материала, его возможности долго иметь какие-то сопротивления. Вот я их обязательно насыщаю либо маслом, либо я их пропитываю солидолом, потому что, если вы возьмете, например, палочку, которая в солидоле долго лежала, она вся просмолилась. И в то же время мне интересует легкость, потому что это очень важно при длительной работе, при боевых каких-то тренировках, и это в дальнейшем продемонстрирую. Я не буду спорить преимущества, там, кедровых дорог, там, березы. Это, наверное, индивидуально, не исключаю, что какие-то масляные породы, они, возможно, много качественнее, чем, например, та же, там, береза, та же, там, например, клеон или какие-то акация, да, она намного, наверное... Хотя акация тоже тяжеловата иногда бывает. Вот. Но дерево должно быть хорошо высажено, должно быть хорошо вибрировать, хорошо играть, что называется, и держать там. Теперь следующие мои сюжеты будут уже, наверное, о самом топоре. Вот. Если я вам раскрываю свое, как бы, ну, открытие, что ли, ноу-хау от предков, какой должен быть вид топорища, да, то, на мой взгляд, вот такой именно концовка должна быть изогнутой. Если вы посмотрите много первоисточников, вы увидите именно вот такую форму наших предков русичей. Так вот, сам топор, каким его делать? Я подошел, на мой взгляд, к уникальному образцу, виду топора, который я еще пока не раскрываю. Сейчас идет патентование моей ноу-хау разработки. И в дальнейшем итоге уже вот на этом топорище вы увидите в следующем видеосюжете, ну, в следующих видеосюжетах мою уникальную разработку топора, которую я пока не раскрываю. Ну, что еще в заключении? Каждый топор у меня в торцевой части, топорище, вернее, он обладает еще пеналом. Я уже об этом говорил. Пенал съемный, он примерно вот такой длины уходит в рукоять. Ни разу еще у меня он здесь не трескался. Я его сажаю на эпоксидку. Делаю, ну, я не буду демонстрировать, из простого пенальчика. Сейчас, наверное, я покажу. Вот таких, из такой вот, к примеру, из такой трубочки. Да, вот она трубка, вставляется концовка. Вот она уходит вот сюда. Там у меня, опять же говорю, спички, там у меня огнево, там у меня цирконий, уже готовый, и в то же время, вот такой вот из этого бруска, вы видите, вот это вот, сам этот самый магний, а это цирконий. Вот. Они, естественно, обладают хорошими качествами, в любой среде, хоть и вот под водой, хоть в морской воде, вы всегда добудете огонь. Вот. Поэтому я опущу момент, связанный с тем, что у меня за топор. Это следующий видеосюжет, и я вам продемонстрирую свою уникальную разработку, которую я почерпнул, изучая первоисточники, изучая боевые качества топоров, начиная от викингов и качая русичей. Сейчас я хочу сказать, что еще у меня сейчас идет техника работы боевым топором, потому что каждый из этих топоров, образцов, он обладает боевыми качествами. Это, опять же, отдельный цикл видеосюжетов, где я хочу продемонстрировать, что топор намного эффективнее, качественнее, сильнее любого меча, японского меча, сабли, мусульманской, басурманской сабли, любого вида холодного оружия. Спасибо.